так записываю срочно ченнелинг такой вообще нереально идет у меня мы собрали собрались сестрой выезжать а у меня раз типа опасность опасность я дальше расшифровываю туда ехать куда мы собрались опасность дальше хожу опять такие знаки ну это надо подробности сейчас не выйду рассказывать и думаешь да чё такое меня останавливает причина лила не ехать просто остаться дома там что неизвестно просто оставайся дома можете по городу чуть-чуть погулять выезжать нельзя ночевка должна состояться дом а мы с ночевкой хотели дальше сейчас двигаюсь и опять прикиньте ощущаю элемент опасности как будто я спутаю еще как бы время что такое опять думаю да чё же у меня за пугачки такие стала настраивается а при чем тут мои личные может быть это что-то большее чем моё личное у меня такие истории бывали да тебе личная тревога кажется а там катастрофа какая не происходит понимаете да и многие с этим знакомы окажется как личная эмпатия такая сильная и так как мозг не способен задать это как-то вопрос и он упирается например какой-то вопрос там о родственниках еще о ком-то иногда тоже можно верно получить но иногда это будет просто а я вот передвигаюсь соглашаюсь с тем а тревога все равно идет понимаете вроде как по родственникам по той замутке прошлась и даже такая стала что-то с кем-то из близких нет еще больше как бы раз расширила и вот сейчас я еще не смотрела что параллельно сейчас происходит или будет происходить на что у меня так сильно реагирует душа как на опасность как на боль на смерть вот это ощущение смерти она в мире точечно что это только еще будет огромный взрыв я вижу как взрывается вулкан так идет как много вулканов по всей земле фигеть и шутку чересчур катастрофично я вижу да это мне показывает максимальный уровень агрессии который будет это не совсем близкая история но мне показывают вот катастрофичный уровень а потом дальше назад отматывают ко мне и показывают что катастрофичный уровень будет подтверждаться сначала менее катастрофичными как бы до взрывами и тогда мне показывают например военные действия взрывы да какая-то бомба взорвется мощная до того как взорвутся вулканы и погребать а ребята я вижу тогда получается как атомная война если как бы человечество доходит до атомной военные там что-то тогда с вулканами происходит не раньше сейчас вулканы не очень безопасны и в таком плане ну немножко извергаются по миру до что-то происходит на это в балансе пределах нормы то что я видела это как будто по всему миру вулканы взорвались а до этого была бомба взорвана и не одна очень крупные мощные я не знаю атомные нет это какая-то колоссальная мировая бомбардировка чудовищная чудовищная я вам рассказываю ветку катарсиса возможного до в истории сейчас мне показывают и это будет происходить с уровнем агрессии поднимающийся на планете а уровень агрессии всегда поднимается за счет не прощения себя непонимания отвергнутого чего-то в себе но если хоть кто-то из вас когда-нибудь себя прощал проходил этот урок по любому поводу маленькому даже просто когда вы в минуту прощаете маму что она вам не сделала и она также ну например чем больше вы разных уровней прощения и себя и других проходили то вы понимаете как вы меняетесь да вот всегда из этого лейкмотива все 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 смотрите уровень агрессии у духа возрастает типа ты не видишь себя проснись мне что землю надо грохнуть чтобы ты проснулся в духе но тогда мы сорвем эксперимент где тело и дух соединяется понимаешь мой товарищ говорят нам сверху наши о господи мы проснемся еще до войны такие сценарии показывают для того что ты мог придумать план как двигаться быстрее и что делать с этой агрессией если ты это догоняешь то зачем тебе это положи всего себя чтобы предотвратить это потому что это твоя миссия и многих ты сама понимаешь в один нару это не сделать да так работает думаю ищи пути пробуждению как хочешь себя других там там есть еще куда пробуждаться пробудилась на одном уровне спускайся на другие палаты и там блин пробуждай сама понимаешь каждом уровне своя техника безопасности пробуждения да я в курсе это потрясающе господи хорошо что ты здесь это я сейчас говорю свою одной частью части мощной прямо моя истинная прикиньте я видела как она выгружалась корабля именно там проснулась на корабле отстегнули с той реальности с одного из пультов управления очень мощно болеен в доверии есть что сейчас она сможет пройти даже если будет интегрирован здесь меня туповатую по сравнению с ней которая была там были предпосылки вмонтированы ее к ней не на немножко но в целом ребят но вот это вот туповатая которую она все-таки хоть какую-то часть там догнала до часть ее сознание догнала относительно тоже уже прорыв шла и все больше выходила со своими на связь она у меня капец он боевая реально такой предводитель корабля блин эти как в этих фильмах сара коннор там что такое офиге из них ученый мощный вообще капец капитан корабля здрасте прикиньте короче там меня скинули больше меня там не существует это она вам говорит да я сейчас здесь полностью интегрировалась и дальше двигаюсь я не отступлю как никогда не отступала то есть были небольшие отступы изучение программы но в целом эта линия не не терялась главное услышать услышать душу душу христова именно модуль вот этот нужен он во всех он по всей планете сразу вошел во всю генетику когда христос ушел потому что он просто сказал за всех за каждый проснемся ребята проснемся нас сейчас здесь много прибывших с кораблей наших космических звездных душ это круто я многих вижу воспринимаем друг друга даже рядом лежащими на кораблях это нечто нам нравится жить на земле мы готовим эту землю чтобы жить на земле жить на кораблях не очень прикольно ребят не очень серьезно вам скажу мы никак не можем воссоздать и это видать тело которое так вот нормально чтобы массово суда заселиться понимаете тело сознание все соединить пока не получается генетика понимаете долгий процесс пока блин на самом деле приличные результаты уже ребята вы думаете вы нет обезьян от обезьян мы работали над обезьянами нормально все их тут много разных видов взяли одну ну и над обезьянами до этого мы работали чтобы развести разные виды обезьян и над ними шел уже в принципе теста еще до этого работали драконом драконьи царства закладывали определенные виды энергии так далее там были времена кто иногда чувствует себе драконов рожден еще в игре на той теме эволюционной щек классная была игра хочется все больше и вспоминать уделить этому время починаете да смотрите блин меня сейчас перебросила начало записи я же не доделала тот ченнелинг понимаете а сейчас опять опасность опасность досмотри вот эту линию которую я начала и досмотри поймешь что дальше делать блин видите реально в мире что-то происходит причем с тех двух картин вспомнили да вулкан атомная бомба а это дальние картины сейчас происходит что-то послабее но она очень сильно влияет на проекцию той реализации той точки крайней катастрофы а этого допустить нельзя и тогда стучаться к тем кто способен влиять на процессы даже тектонические на планете то есть таких магов магов их очень еще кстати достаточно на земле как бы сейчас и просыпаются до хрена самых крутых прямо реально спят под базой греха самые крутые это часто какие-нибудь воры и так далее маргиналы вы всегда знаете эта тема есть гений короче отвергнутый гений называется да я видела таких или сторчались просто жестко внутри такой бог как бы все не выдержал просто чистота очень мощная а сознание как будто вроде не успевает даже включиться такие должны проснуться чуть-чуть попозже даже некоторых сильнее нас проснуться тех кто сейчас просыпается драконы я вижу эту систему до в виде драконов вот я видела голубого дракона для конченую наркоманку короче все чисто здесь сейчас ее созданием заниматься бесполезно но через глаза это капец все уже не подлежит система индиго индиго наркоман синий дракон дегла перед этим идет черной моей системе это видела потом идут красные и как бы зеленый вид земли который такой и в больше всего это бизнес и так далее это когда такие прям идеи не рождаются это больше поддержка системы разного уровня все начинают нет ниже и выше это не подходит начиная там с простого обслуживающего когда человек посвящает себя на например такой деятельности прекрасно посвящает ее себе и себе и ее любит до деятельность там самая там простая пор и так далее ну как простая когда он в любви он просто через эту вот эту свою вибрацию великолепнейшую если она налаженная несет но вот это такая функция ты чуть и поставили ты бы выдачи ты мне вот именно это нравится делать бесконечно печь торты бесконечно кондитер кайфовый скажите не надоело вот мне например бы скучно мне надо больше всяких параметров а его потому что я изучаю и другое совсем стоят задачи именно передо мной а там так и прикиньте ну это кайф ну а кто будет для меня готовить такие торты или там сижу я вообще в отлете мне некогда даже готовить хотя я умела и тоже это проходила этот этап и прекрасно это делала очень волшебная магическая и мне всегда была очень волшебная не раз не раз это слышала конечно особенно если долго поесть не сможешь нигде ничего больше есть у меня так было с мужем даже после ресторана придет мне надо что-нибудь съесть хоть просто неважно яишинку мне сделать не надо твою вот эту вот яичницу иначе у меня постоянно присутствует голод когда мы разводились вам больше всего этого боялся потерю вот эту энергию которым получал через еду а я кстати не просто так ему давала эту энергию такую клёвую через эту еду потому что вова самый потрясающий человек которого я видела с такой благодарностью всегда смотрел на еду на любую это что какие-то изыскать как будто это чудо вот реально вот ее не умел делать и в целом так относился не только на мою так смотрел но моя была какая-то особенным чудом всегда да и я всегда очень любила диму готовить из-за этого причем неважно что даже сильно не напряженная просто раз покормить его кормлю тебя мой дракончик так вот меня все время одна один чиновник частью проходит а потом перебивают возвращаемся к исследованию катастрофы что конкретно в данной сегодняшней точке дра дальше этапа не будем смотреть крайне показали уже нормально что в сегодняшней точке является самым мощным эпицентром той вероятности и сейчас туда перевешивают как бы ту пользу понимаете равновесие потерялась что израиль говорят израиль и вот там о господи там движение какого-то мощного конфликты это арабская вся еще другие вижу африка но они вот-вот на подходе но самый сейчас мощный эпицентр каким-то вот этим агрессивным ключом от украины я сейчас там перебрасываюсь но тоже там уже пошел там уже простроилась вот это вот как будто такая знаете щупальца той реальности вот она ту энергию дает туда на воплощение ту реальность к при вам сказала да он как будто вот господи я вижу эту энергетику времени как она работает как она это вот прикиньте она двигается как своем канале в проводе световой там идет проекция из всех программу так вот идет идет и она двигается прямо двигается как свет в пространстве двигается прямо в будущее мне показывают это как выглядит энергия перемещающийся в будущее прикиньте разных веток вероятности каждая вертка вероятности подпитывается от той или иной идеи которая подключена этот серединный мир мы наш наш мы здесь именно сильно это излучаем все что в нижней тоже излучает изнизу но она проецирует на нас и пытается над разбудить чтобы давайте давайте зачистите там вся программа но на тонком плане находится мы так скажем вытеснена сверху чё там делают то сверху тоже стараются вводить стараются пробудить тех чтобы сонастроить нижний и верхний мир вот этот разрыв про который я говорю и буду говорить отвержение света и тьмы между собой и людей вообще всех идей порожденные вот этой разделением они это творят блин и не дают посильнее работать эволюционным процессом короткая версия капец более мы вообще ребята нормально уже мочим дэнджер 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 до офигеть блин ну и чё делать то хочу делать даже создаем процессы вот глобус уже здесь есть я знаю как делать это через луну и будем собираться все вместе вот уже выводят и там будет не только такие процессы разные мы будем собираться и делать процессы против войны первую очередь и себе и так далее уже начала записи такие программы вот например очень мощная программа архетипа богов которые вообще все равно эту хранит базу эта программа например мать рождающая мать убивающая это две грани как бы бога их нужно примирить значит еще работа в архетипе богов особенно тех кто будет вести эти процессы потому что это определенные лично это просто гениально что мне сейчас говорят то есть я говорю себе и вам блин а это та которая с корабля помните да эту историю вот такая сказка охренеть я были ну мне все равно страшно как бы знаете когда попадаешь в эту точку всегда испытываешь блин блин надо ускориться даша что ты сидишь что ты ничего не делаешь даша блин на хрен миру кондец блин ты спишься тупишь блин я потом себя охреначу все короче выходим потом не надо успокаиваться принимать эту ситуацию вспоминаю где еще просыпалась но все равно и каждый раз после этого слышишь проснись блин на том этаже на котором ты сделаешь все возможное на максималка были поймешь там как быстро там пробуждать не надо застревать на этажах над этажами вот как я сама сейчас говорю и долго ли верить это просыпание свое время ты к этому уже шла сейчас ты можешь просыпаться быстрее да я согласна я это чувствую господи я проживаю понимаете разные моменты по этому поводу а вершить такую вот эту магию про которую гора спасательный ты должен быть в нейтралке ты не можешь реагировать на войну как господи что делать все человеческая должность людей процесс проводить и при этом безусловно любовь все равно течет она как из миссии цель чем меньше ты вводишь туда вот такого человеческого как бы но то что болит боль смотреть хотя иногда но все равно пойдет тогда просто сидишь и ревешь вкладывая вот эту любовь те слезы и боль и тоже происходит момент такой трансформации пожалуйста даже если это происходит но чем больше становится у тебя нейтралка сама по себе внутри тем ты сильнее там нет осуждения ты не можешь переговорить увидеть какой кадр как одна национальность убивает другую и сказать ах они негодяи эти украинцы или ах они негодяи эти русские и так далее в общем ты просто знаешь да что все стреляли в эту игру еще глубже да ты не можешь никого обвинить ты не играешь больше войну лично ты ты делаешь уже нечто другое ты просто испытываешь боль за них за всех за их них детей за души за те смыслы которые сейчас теряются и куда эта энергия которая извергается сейчас в массах этой боли смерти ужаса всех травм куда она вливается она вливается в будущее вам уже рассказала понимать записывается и мы все в этом участвуем но ладно те кто в эпицентре участвует а всех посадили на это смотреть и все нет нет да как-то размышляют по этому поводу а размышлять повода там нет никакого там нет никакой правды для тех кто вышел из этого размышления и только те кто вышел из этого размышления могут влиять на энергетические процессы меняя их это так важно выйти из под контроля не потому что вы такой равнодушный что людей не убивают знаете тот момент когда ты видишь как я вам сказала наихудшую точку возможного тебе даже плевать в этот момент на людей и на себя в том числе там ставки другие плевать с точки зрения побережем людей они же люди или еще что то при этом любовь к людям настолько сильная а я кто не человек разве это любой к себе понимаете любовь так себе откуда родилась а то что в богу в бога себя увидел и в других увидел и связь с ним наладил и любовь это восстановила не можешь больше никого без бога внутри видеть и все процессы эти даже жуткие ты знаешь откуда они и ты должен так сконцентрироваться чтобы мочить саму программу пробуждать тех кто может ее и тех кто еще будет в определенных спящих режимах но кто-то же управляет есть же мы умы мы каким-то образом те умы которые власти не важно не важно чего шоу-бизнеса даже возьмем и так далее людей искусства особенно говорящих рейтинги дает программа что говорят например она дает рейтинги потому что есть это нутро за которая цепляет мы все знаем что это нутро не очень она существует в нем есть своя логика его даже можно вышку размотать если захочется да что за этим стоит отвергнутая качество наблюдения замочную скважину открытие тайн на самом деле это высшая логика изучение чего-то скрытого но когда она на нижнем уровне ты просто следишь за соседом почему туда вложены разные моменты сравнения например посмотреть пусть говорят почувствуешь что не такая уже ты хуёвая да не спишь совсем село мы там как это кто сказал вика складчика и не и не спишь со своим отчимом да там такое будет показывает что сразу себя человеком чувствуешь она вот стендап стендапе это выражена взяла очень круто гоже боже 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 капец у меня паника но она не просто так целый день шел с ченнелем как каких-то изменений будущего и так далее война взрывы и куча всего но сегодня какой-то важный день и все кто меня слышит и я это сейчас видео рассылаю своим фу прям эпицентр а многие из вас обладают способностью способностью очень мощной и сильной только стоит вам пожелать мира любви добра и радости прямо сконцентрироваться я даже сейчас буду записывать практике я даже сижу в шоке их нужно было столько давно записать сейчас будем садиться с женей сестрой сегодня ночь молитвы я не знаю что будет завтра какой из этих эпизодов но это какая-то важная ночь я не знаю что будет завтра но сегодня очень важно сконцентрироваться и перевесить удар молитвой и все за мир отключить телевизор телевидение отключить обсуждение войны полностью своей головы насколько это возможно отключить любое осуждение насколько это возможно и просто просить мира из самой самой чистоты каждому кого вы видите желать его сердце своем везде просто вот такой волной пожелание любви и мира ребята дальше продолжается такая тема и тогда для всех по всему миру я сейчас нахожусь на камчатке и мне показывают что вообще вулканы нейтрализаторы агрессии в мире да и сейчас большое количество вулканов не только вулканом в основном вулканическая вот эта вот тема и тогда цунами и все такое ураганы тоже там свою тему вес несут но военные вот эту вот агрессию которая спускается весь нижний мир поднимается из царства этого вырывается вулкан они нейтрализуют насколько могут но они становятся опасным а в конце времен взорвутся все вулканы это как линия возможного ну я надеюсь она не сегодня да мы находимся на камчатке и мы уже видели как поднималась вот эта активность и сейчас еще что-то будет и тоже может тряхануть вулкан вообще защищает он не хочет уничтожить когда под ним живут живут но иногда вот это вот сила которая нейтрализуется да она именно в этой точке может самую такую чтобы весь мир спасти эту точку грохнуть как бы да образно говоря но в то же время хорошая новость те кто находится на камчатке имеют максимальный доступ к вулкану и сейчас можно образно представлять своей молитвой да как будто мы туда входим я сейчас буду делать этот процесс и эту запись выложу на ю тубе вот но сам смысл того что все кто находится здесь в зоне вулканов то мы вообще очень сильно нейтрализуем эту агрессию своей энергии пока она там собирается мы прямо на этой точке посылаем туда да вот это вот разрешаем этому вулкану образно выходить своей фантазии как бы разгружать эту агрессию дымит только но в то же время это мысленно происходит для того чтобы он не взорвался я немножко успокаиваюсь но очень все равно идет такой интенсив идут разные еще ченнелинги сейчас сказали так спокойно идет дополнительная информация кому вот сейчас я обращаюсь через у меня один человек такой есть кто из камчадалов да это римма она есть у меня в подписчиках и они занимаются танцами и они несут эти шаманские корни вот я ее лично прошу здесь и сейчас на камчатке идет информация о том кто носитель тот кто самый первый источник здесь на земле сами эти народности максимально в этом среди своих знакомых распространите вы знаете как договариваться с этим землей вы знаете танцы вулкана вы сейчас можете войти в какие-то танцы не знаю вы сами это все знаете просто какие-то танцы сесть за свои какие-то бубны этой ночью кто может собраться или поодиночке я не знаю и принципе если нам дадут время мы будем постоянно это делать вот здесь и эти народы в контакте и даже потом можно собираться дополнительно тем кто мы здесь живем да уже чуть позже появились но у вас есть очень центр мощный у всех народов войдите в свою песню договоритесь с вулканами и там будет не просто договор чтобы они что-то не делали а смысл какой-то переработки агрессии которую вы своими ритмами прямо перерабатываете входя в ядро в саму магму магия там магме земли его танцуете поете и вибрируете вас очень сильно слышит эта земля повторяюсь переслушиваю свои послания и я там говорю что у многих есть сила но на самом деле не у многих у всех она разная но она есть у всех кто слышит и кому откликается да так что любой может молиться сейчас мне пишут люди и спрашивают а как молиться смысл молитвы сам какой угодно как у вас идет из души за мир только это идет вот никогда вы боитесь например за своего собственного ребенка или за своего собственного человека или за свою собственную жизнь а как бы вы можете оттуда начать да вот с этой точки как вы молитесь за своего ребенка и это распространяете по всему миру за весь мир там такой идет лейкмотив и это самая мощная молитва и на нее способны все и все знают как это делать нет ни одного человека который на это не способен неважно какой вы религии конфессии у это все родится у вас само понимаете это есть у всех все религиозные системы все шаманы язычники кто угодно боги кто с рунами знаком кто не знаком с силами она у вас тоже есть каждый кладет эту молитву на весы и она перевесит мне говорят все получится ребята ченнелинг закончился я реально все записала я успокоилась и практически и продолжаю успокаиваться потому что мне нужно будет войти в нейтралку вся сила в нейтралки сейчас я немного домонтирую на ю тубе и очень прошу одно не бойтесь быть странными я понимаю что я сейчас прошу вас разместить всем своим знакомым и даже можете сказать но странная женщина передает но на всякий случай давайте помолимся что-то из этой серии хуже ж не будет от нас не убудет в общем я вас прошу это сделать очень-очень-очень сильно для этого я и вышла это моя планета это наша болью это наша болью она не может убить мы так долго ее творили мое сердце с тобой ты моя душа, мое сердце 很多 каждая частичка твоя каждая душа человеческая животное она все священное Зюбляна Сейчас у меня активировался Архетип Древней памяти К самим себе Как к виду Но этот архетип Древней ненависти к самим себе Уходит за пределы человечества Он находится В душе тех Кто его творил И кто Неоднократно разочаровывался И многие из наших Те, кто были сначала заодно Решали объединиться Чтобы уничтожить человечество Страшно? И в этом-то и причина поломки Вообще кода Верховные не могут победить Эту дилемму в себе Вид эволюционирует Эволюционирует Вроде все в тему Но потом приходит пределы Где возможно погибель Прямо всего вот этого Планеты А это площадка Она важнее И периодически человечество Уничтожали Но самое стремное Что после каждого уничтожения Цивилизации А цивилизации были Уничтожены В своем перекосе Потому что их так перекосило Алчность Жадность И разные другие инстинкты Даже высших перекашивала Здесь Те, кто ее творил Потом здесь жил Ну вот слышали Эти Атлантиды Там и так далее Да Не будем вдаваться Подробности Здесь были наши базы Ну и тоже велась Определенная работа Представляете Сначала Быть таким А потом потерять Того уровня Аватар Для этого Сохранялись Разные виды Они были Да И нам каждый раз Приходилось Возвращаться В площадку Более Тупого Вида Блин И это Нахрен Не смешно было Ну вот Там был прикол Не получилось Эволюционировать Так Иди Давай Спускайся Эволюционируй Оттуда Вот если Сейчас Человечество Опять Сотрут Мне только что Показали Хуй вам Планету Не врокнут Она в приоритете Эта площадка Ну такие Варианты Есть Но перед этим Будет Ликвидироваться Человечество Чтобы спасти Планету Опять же Вы не успеете Ничего сделать Хотя Сейчас конечно Технологии Прилично Дошли Капец Ведь сложно Даже это Выправлять А уровень сознания Тупой Еще тупее Извиняюсь Если кому-то Не нравится Мне тоже Это не нравится Поверьте Осознавать Себе Такой Тупицей Так вот Когда катастрофа Произойдет Массовая Ну как потоп И помните Не будем Точнее вспоминать Вы все знаете Так вот Цивилизация Большая гибель Людей Она уничтожает Цивилизацию Да Самой Например Ну я там Точно останусь Бегаю Где-то Такая в ужасе Выжила Предположим Вы там Еще кто-то Ну вот Маленький процент Вот так Всех раскидает Катастрофа Да Что технологии Потеряются Ну и что Что Я там выжила Вы там выжили А хрена Вы умеете Тогда надо будет уметь Там не знаю Вот охотники Понимаете Вот это вот Самое первобытное Как бы Оно будет актуальней На тот момент Так что можно уже сейчас Немножко добавить К тренингам По формированию желаний Блин Во вселенной Чего мы там еще хотим Бабок Власти Успеха Путешествовать По этому миру Конечно Конечно Запускаем Шарики В пространство Это вот Блять Ебаньку А Я и вам И себе Говорю Кипец Короче Невозможно Будет собрать Цивилизацию Вроде бы Мы до этого шли Но так как Мы там вместе Это делали Никто не Воссоздал Самолеты И технологии Интернета И все Ну Кто будет доживать Будет это помнить Знаете А тот Кто родится Позже Ну Типа Вообще Не понимаем О чем Вы говорите И больше всего Это будет Очень страшный Стресс Для этого Сознания Даже тех Кто останутся Они как бы Немножко ебнутся Сразу понятно И ни хрена Передать Там особо Не смогут Блять Какие-то басни Напишут Про Айфон Так вот Дальше Будет интереснее Тем Что для этого Всегда Оставляются На планете Вот эти зоны Папуасов Которые могут Выжить Самая прикольная Точка Которая массово Остается Там часть Может тоже Погибает Но она такая Примитивная Всегда Заготовлена В Индии Трущобы Индийские Огромные миллионы Там Хрен знает Каких Людей Блин Я им смотрела В глаза Начинать игру С этой обезьянки Мне Ох Как не хочется Вообще Ребят Просто Не представляете Капец Вот Они останутся Ну И они Выживут И все И породят Новое человечество Ну Сами понимаете Даже До айфончика Нам будет Когда луна Пешком На планете Останется Поэтому Понимаете Да Уровень ставок В игре Это меня Конечно Размотало Сейчас Вылазит Вот этот Архетип Который Я проживаю Ненависти К человечеству Который Заложен Внутри Меня И Внутри Многих Потому что Он Уходит Саму Базу Там Там Есть Уровень Где Возникает Такая Злость Ненависть Личная Как Индивидуальная И Когда в богах Это произошло Тот Котворил Планету Прям Произошло Отделение От той Миссии Да Невера В нее По определенным Причинам Обстоятельствам Которые уже В них Произошли Не выдержали Движения Эволюции По некоторым Вопросам И сами Скатились До некоторых Моментов Земля Так тогда Работала Очень сложно Было устоять Вибрации Такие Я это Видела У меня В дневнике Записано Мне это До хрена Открывалось Как это Было Исторически Лично Проживалось Это Не одну Тысячу Лет Происходило Тот Первичный Вид Как я говорю Там Атлант Это Вот Все По-разному Называют Эти Цивилизации Он Не Выдержал Здесь И Сам Был Заражен Уже Такими Страшными Вещами Такими Вот Алчностью Все Что я Перечисляла И много Сексуальные Пошли Темы Искажения А Сиддхи Были Очень Мощные Как бы Духовные Еще Те Магические Понимаете Да Они Были Прям Здесь Как Посланные Для Служения И В конечном итоге Они Заразились Словно Говоря И Превратились А Сиддхи Остались И Вот Тогда На Духовном Уровне Прошли Такие Трансформации Произошла Ненависть К Себе Это Такое Своё Родо Сумасшествие И Духовные Мощные Структуры Цвета Можно Так Сказать Да Вот Той Реализации Которая Была Задумана Она Перевернулась И Превратилась Демоническую И Вот Когда Здесь Говорят Там Тайное Правительство Туда Сюды И Такие Какие-то Люди Как бы Не люди Они Действительно Существуют Но Это Вот Не Те Фильмы Про Рептилоидов Рептилоиды Тоже Существуют Они Существуют Прям В В В Существуют Это Рептилия Тоже Определенная Эволюционная Загрузка Мир Динозавров И Там Были Дракония История Я уже Об этом Рассказывала Так Вот А Когда Делают Вот Эти Фильмы Там Глазки Поменяли И так Дали Да Никто Не Может Заснять Вот Так Вот Рептилоида И Есть Такого Высокого Сознания На Тонком И Плотном Плане Умеющий Перемещаться Маги Которые Пропитаны Идеей Вот Этой Ненавистью Уничтожения Человечества И Она Извратилась И пошла В разные Разные Искажения Сама Идея Стала Просто Уничтожить Человечество И Когда Приходит Момент Что Что-то Не Получилось И нужно Его Стереть А площадку Оставить Такой Уровень Тоже Существует Они Находятся В нейтралке Те Кто Следит За Этим Кураторы Потому Что По договору Подписано Не Получается Стираем Площадку Оставляем Площадка Важнее Я уже Говорила Дело В том Что Когда Там Братство Это Перевернулось Да Произошел Переворот Их Суть Стала Такова Верховных Таких Демонов Да Их Суть Стала Такова Что Она Постоянно Пропитывала Этим Человечество Все Больше И Больше И В то же Время Это И Живет Уже В Самом Человечестве Сейчас Очень Многие Воплощены И Те Кто Имеет И ту И Другую Историю Воплощены Здесь И Можно Входить В этот Архетип Я уже В него Входила Исцеляющий Я его Слышу Сейчас У себя У Той Кто Знаете Как Стоит Одной Частью Я Слышу Эту Часть Антипод Тот Кто Перевернулся В ненависти Человечества Это Как Соединиться С этим Кодом И С Другим Да И Нужно Провести Вот Эту Работу Прямо Через Себя Сделать Этот Процесс И Показать Когда Говорит Та Часть Она Очень Злая Ненавидит Человечество И Это Звучит Страшно Но Это Надо Вытащить Увидеть Признать И Трансформировать Покаяться Войдя В ту Часть И Я Вам Скажу Не Бойтесь Часть Это Уже Повсюду У всех Присоединяйтесь К этому Процессу Вместе Со Мной Мы Мы Увидим Плюс Плюсовую Часть Божественную Начало Идеи И Примирим Эти Части И Выйдем В равновесие Это Очень Много Изменит Этот Процесс Вот Я Вам Говорю Уже Это И Чувствую Себя В той Часть А до Этого Сидела Господи Как страшно Быть той Частью Которая Ненавидит Человечество Ненавидит Себя Когда Смотрит В зеркало Ненавидит Бога И не Верит В Него Вот Там Так Доходит Это Искажение Сумасшествия И потерянность Я так Пыталась Сделать Для вас Этот Процесс Пока Уже Даже Рассказывала Она Трансформировалась Во мне Я Его Все равно Буду Делать Чуть Попозже Сейчас У меня Убрали Вот Эту Вот Дозу Да Сегодня Просто Меня Переколбасило Прям Точечно Саму Когда Я буду Это делать Уже Для вас С вами Я не буду Так выглядеть Как сегодня Но Я вам Показываю Все это Первый раз За кадром Вы думаете Я брать все на себя там совсем совсем не столько на себя ты уже знаешь как работает земля стихи боги разных и угодно будет все слышат тебя и только стоит тебе сказать озвучить вот этот код высшую идею эволюцию эволюции души планеты рассказать что твоя идея тот мир любви и радости которые я вам рассказываю и они все говорят да даже мы за тебя позволь нам проснуться в тебе мы будем вести тебя и давай пробуждай нас их других мы все соединяемся представляете какой открытый невероятный доступ сейчас и такая сила я возвращаю древние ситки когда раз разговаривала с природой землей сложно проходит самое сложное пройти через ад это необходимо сделать христос говорил мне сейчас протащили прям конкретно а сейчас будут рассказывать более короткие не такие болезненные версии как индивидуальная работа да но и рассказывать как это создавать но вместе мы будем силами поэтому надо чтобы нас там было много увеличилось увеличилось пока я часто лежу в общей программе 1 как бы посвящает в каждую зоны программы почему 1 потому что как бы получаешь этого адепта когда ты будешь передавать организовывать с кем-то контакта нужно чтобы было максимальное вот это вот посвящение сам канал а любую зона дорога всегда лежит через ад все информация хранится в мире и представляете какие там моменты хранятся а в нижнем мире если ты не исцелил это в тебе эти этом например есть там ненависть боль обиды так далее ты же там это там чистишь причем надо со скоростью чистить пока ты там находишься он тебя жрет ты не можешь выдержать эту вибрацию это как нижний мир если представить сущность это кто это те кто идет на запах вонии на запах мертвого когда ты туда попадаешь ты типа тут живой кажется они высасывают там твою жизнь особенно в самых таких нижних нижних мирах у меня там были долги определенные поэтому там чуть не умерла вот в этом царство прям таких мертвых на не такие чистильщики понимаете на каждой зоне свои чистильщики они чувствуют вранье и жрут его и ты моментально с большой скоростью начинаешь это находить трансформировать иначе ты не выживешь когда ты все трансформируешь ты такой раз и ты держишь энергию тьмы она чистая для тебя они тебя не видят и там больше не воняешь понимаете поэтому не сожрут а даже больше происходит что ты их начинаешь видеть у других ходишь по пространству того но к тебе не притронуть ты как бы свой одновременно но при этом если ты вносишь туда идею приносишь ее сознание ты входишь туда и даешь команду по другим работать понимаете это исцеление различного уровня происходит рядом с тобой или а только от слова твоего но там воля нужно подключение свободное и так далее потому что еще вся команда дается со срединки и максимально нужно вывести это в сознание эту работу в срединном мире чтобы мы прям здесь подтверждали в срединном мире это мы воплощенный в аватарь и все это сидха будет у всех расти чем больше нижний мир высияет чистой тьмой тем у нас больше вариантов выжить и не просто вышить а жить очень красиво и божественно все стрим а в рай вообще попасть невозможно то есть номера праве и который творит идею да вообще невозможно туда попасть без прохода по нижнему просто закон такой скрытый перекрытый 2 при христос показал это как работать он же работал через за через искушение и так далее потом как-то стало это фейка вы все знаете и принципе морочно звучит идея дождись христа он тебя спаси только христос сказал что такое христос был иисус человек который показал что такое христос на своем примере и говорит там дальше дети продолжайте братья мои продолжайте пожалуйста оставлю обрядики кое-какие для подключения там усиления друг другу там будете поддержку давать серединочки должны быть эти базы но вы понимаете дело не в обрядах я вам уже рассказывал автором что за ними стоит и понимаете ли вы эту суть а там перекрыли все пути на самом деле в ад там без и открещиваются прикиньте иисусова молитва и разные его приколы они очень сильны они нужны для экстренных ситуаций внутри и не только для экстренных ситуаций когда ты уже знаешь ну например я в нижнем мире соединена с высшим и работают параллельно сразу вот эта работа стоит в нижнем когда идет есть какие-то зоны прям епархии христа очень мощные сразу там какие-то сумасшедшие части находятся передаются туда вот мне сейчас показывали ну в общем сейчас много открывают принцип этой работы когда ты в объединении когда вот как если по ведьмачному складать двор ушница другая работа бессмысленно практически вообще часть людей пребывает сознание праве они как бы направляют идею данного по большому счету вот для большой вот самой основной работы поэтому в принципе нас здесь больше всего людей мира на верь понимаете для чего потому что у нас есть работа мы спим главное знаете вот этот мир на вяжи так отвергнут и сделан адом христианство вообще не христос еще раз говорю все время но вот это вся идеология которая потом все поросло вот это вот вся идеология она как бы прям закрыла и даже сейчас каждое крещение почему еще детей не крещу и вот кстати раскрещивание это которые там языческой пилотка шняли не раскрытишься открыт крестился крестик там что-то сказал раскрестился в ад пошел быстро блин и по первой программе из эгрегора выводит и дело нет в теме отказаться от христа вот эту вот тему когда я изучала меня просто выводили из эгрегора но оставляли с христом и это я точно это была моя ставка выделала а не то что обвинение христа произошло из-за искажения христианстве и все давай там раскрещиваться типа мы не рабы и т.д. мы будем сейчас богами славян там еще чего-то боги славян тоже с христом я вас уверяю просто вот это была общая миссия и идея которая должна была еще наложиться на старые особенно про богов воспоминания и их исцелить архетип там сам поломки они в разных странах по-разному рожались это считайте первые которых искажение произошло боги творившие планету господи вот это меня накрыло конечно но как я этому рада господи сейчас сижу думаю были а это показывает да буду показывать все было тоже надо показать этот расколбас я вот сегодня плакала и опять переживала особенно это злость возникла когда я понимала как я люблю эту планету как я хочу жить как мы близки каким-то моментом когда я вижу мир любви радость когда я его вижу так близко так возможно как никогда и христос уже потом после был нашего той ошибки очень сильная миссия была создана такая трансформация запущена который способна починить архетип поломки богов человечество нового уровня уже довольно таки подняло вибрации чтобы еще чуть-чуть поднажать и скакануть я так четко параллельно вижу эту реальность а сегодня меня накрыло этой страшной реальностью войны и вот этого всего сегодня даже вам ни разу не говорила люблю вас мои дорогие любимые люди как я говорю на каждом раскладе но я вас люблю от начала времен от начала идеи победим по любому в этот раз вы знаете хочу вам рассказать еще одну тему что я давно такого не видела я вспомнила какая-то часть управления уже в этом говорила как бы была обнаружена мной на кораблях какого аватаре они на кораблях спит огромные города это было построено после того как погибла другая планета наша там наша цивилизация охренительно жила но там уровень очень был приличный планета вибрировала совсем по-другому но она погибла естественным путем как погибают площадки то есть закончилось ее время но там цивилизации удалось и создать и техногенные интеллектуальные вообще короче там ситхи такого уровня вот они и творили здесь корабль остается всегда до сих пор дело в том личная я когда мне осталось настраиваться вот та часть кораблем выводили из игры город там целый процесс был до года два прям плотно когда там ты лежишь ты там как бы спишь там капсула там основа здесь ты там в игру попадаешь теряешься карма туда-сюда ну в общем вошел долго даже можешь не выходить то на связь так долго когда начали там уже пробуждать со мной было целая работа и увидела пробуждают аватар в конечном итоге так уже все больше и больше типа сюда интегрировалась я уже слышала так с ней как бы на связи в какой-то момент мне показывают прикиньте берут ее оттуда скидывают нахрен в космос чтобы меня полностью вот ее до интегрировать сюда типа как бы смотри это вообще последняя битва понимаете чё загоняю вообще что я прям должна это так знать блин даша что стопа на кону те даже не будет возможности вернуться на корабль и воссоздать если человечество здесь погибнет не сможет выйти на уровень христа за трансформация произойдет до какая-то хотя бы часть такая сообщества у меня больше никогда не будет существовать прикиньте может какой-то другой форме конечно я знаю эти бесконечные приколы сейчас мне показывает какую линию свободной игры я всегда выхожу на нее и она прикольная пока я для вас должна оставить вот эти смыслы и они для меня важны я хочу выиграть здесь это будет большая потеря прикиньте нет доступа возврата домой так сделали но мне показывают что если я до последнего буду каждый день делать все возможное даже если проиграю мне показывают еще одну версию куда я перемещусь мне это нравится это тоже происходит не в любом случае я говорю вам это максимальное сражение до последнего активация всех своих способностей и таланты не бойся говорить что в тебя вот сейчас то что я вам рассказала интегрирована хрен знает какая часть долгая жила девочкой дальше это совсем не девочку дальше с вами разговаривать хотя она тоже остается маленькая девочка даша больше всего была похожа на ту что сейчас вернулся удивительный ребенок говорили ей почему-то люблю люблю вас мои дорогие любимые люди это начало